МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В списке около 400 профессий, технические и гуманитарные, например, банковский клерк или страховой агент. Занятия идут вместе с общеобразовательными, и помимо аттестата выпускник получает от фирмы-работодателя свидетельство о трудовой практике. Такая система позволяет заранее подготовить именно столько специалистов, сколько требует рынок, ни больше, ни меньше. Ответственность за число востребованных работников и за уровень полученных ими знаний разделяют работодатели и учебные заведения. В Англии образование в училищах дорогое, около 6 тысяч долларов в год. Колледжи помогают трудоустроиться своим выпускникам, и деньги, потраченные на учебу, окупаются за несколько месяцев. Выпускник колледжа может получить около 2,5 тысяч долларов в неделю, работая, например, менеджером салона красоты. Еще одно достоинство среднеспециального образования – хороший практический опыт. Теоретики, которых обычно готовят вузы, не смогут работать бухгалтерами на производстве или шеф-поварами в улитарных ресторанах. Без прикладных навыков в этих областях не обойтись. Но самым главным стимулом к выбору рабочей профессии остаются деньги. В Соединенных Штатах самая доходная среди рабочих профессий – лифтер-механик. Заработок такого специалиста сопоставим с окладом менеджеров «Волл-стрит» – до 100 тысяч долларов в год. Час работы в среднем стоит 32 доллара. Сравниться с таким доходом среди рабочих может только профессиональный аквалангист и обходчик на железнодорожном транспорте, отвечающий за безопасность. Свыше 76 тысяч долларов в год зарабатывают бурильщики на Аляске и электрики, работающие на электростанциях. В топ самых дорогих специалистов без университетских дипломов входят машинисты поездов, сборщики микросхем, работники на автомобильных конвейерах. Но, несмотря на их высокий спрос, уровень безработицы среди рабочих в Европе к началу лета превысил 15%.